В эфире итоговая программа «Неделя в Тагиле». Мы продолжаем. В студии Алла Кузнецова и Альбина Сказлауска. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, шли всю эту неделю. К примеру, в Центральной городской библиотеке состоялся поэтический марафон. Участие в нем приняли более ста тагильчан, от пяти до семидесяти лет причем. Накануне спортсмены отпраздновали День Великой Победы на набережной Тагильского пруда. Там состоялась слегка атлетическая эстафета. На какие события была богата уходящая неделя еще? Смотрим прямо сейчас. Сливки выгорели до тла. В ночь с 30 апреля на 1 мая сгорел популярный коктейль-бар. От здания остался только внешний каркас. Пожар, говорят, очевидцы начался уже после закрытия бара. Пострадавших нет. Сотрудники заведения утверждают, это поджог. К зданию подошли двое неизвестных, облили жидкостью и подожгли. Это зафиксировали и камеры видеонаблюдения. Достойную зарплату снижения тарифов ЖКХ. Уверенность в завтрашнем дне. Требовали тагильчане 1 мая в день праздника Весны и Труда. На театральной площади собрались представители различных профсоюзных организаций, крупных заводов и комбинатов. А у современников в это же время митинговали коммунисты. Наркопритон на вагонке накрыли сотрудники фонда «Город без наркотиков» совместно с полицией. Так называемый крокодил в доме 50 Надзержинского варили две тагильчанки. Хозяйка квартиры 27-летняя Елена всего два месяца назад освободилась из места лишения свободы. Кроме дезаморфина в квартире девушки правоохранители обнаружили и сверток с героином. Вверх по карьерной лестнице. Конкурс профмастерства среди молодых работников «Евраз в ГОК» состоялся в среду. Помимо призов, победа участникам сулит профессиональный рост. Победители прошлых лет – жюри. Ну а сегодняшние электрослесари преодолевают непростые испытания. И снова мусорное нашествие. Образцовый двор в поселке Северный утопает в картонных коробках. Из них себе домики начали выстраивать бомжи. Место мусорной площадки облюбовали и животные. Наши корреспонденты узнали в четверг, откуда на Днепровской 5 горы в Торсырье и почему его не вывозят. Ради жизни на земле. Литературный марафон стартовал в четверг в Центральной городской библиотеке. Поэтическая серенада посвящена трем датам. Великой Победе, Юбилею города и 20-летию студии Ступени. В марафоне приняли участие более 100 чтецов от 5 лет и до 70. Спортивные рекорды в честь Дня Победы в Ленинском районе накануне прошла традиционная 25-я легкоатлетическая эстафета. Юноши и девушки, несмотря на холодную погоду, пробежали 2,5 километра. Победители получили кубки, почетные грамоты и ценные призы. К 9 мая готовится все, и старый млад. Тагильские школьники рассказывают о жизни своих бабушек и дедушек, которые в 41-м воевали на поле боя и трудились в тылу. Для учеников 86-й гимназии рисунки, письма, открытки – не просто вещи, нечто большее. В этих предметах хранится история, раскрывающая ту часть жизни любимой бабушки, которой она никогда не рассказывала. К примеру, фронтовую судьбу Таисии Бородино ее семья собирала буквально по крупицам. Как в 42-м пошла на войну, как их бомбили, как потеряла подругу. По листочку внуки и правнуки собирали дневник бабушки, хронологически восстанавливая события Второй мировой войны. О том, как хранят память, цитата недели. Далее. Сейчас мало, мне кажется, сохранилось таких листочков старинных, там медалей. И большинство, ну, затерялись все-таки уже много, ну, 67 лет со дня победы прошло. И как это память и на следующие поколения, ну, я обязательно расскажу своим детям и сохраню это, как, ну, действительно, это богатство наше семейное. Альбинос, а у тебя есть родственники, кто воевал на фронтах, либо ковал победу в тылу? Бабушка и дедушка, но, к сожалению, в живых их не осталось. Зато есть много родственников, в том числе в Нижнем Тагиле, которых бы я хотел поздравить. Поздравишь их 9 мая? Скажу большое спасибо. Я тоже обязательно собираюсь прийти на парад и поздравить ветеранов. Я предлагаю посмотреть, как тагильчане уже поздравили наших ветеранов. Опрос далее. Счастья, конечно, и чтобы у них оставалось как можно больше. Здоровья, в первую очередь, ветеранам, что им еще пожелать-то? Потому что люди, как правило, пожилые, много перенесли, терпение, ну, и чтобы пенсию им немножечко подкинули. Здоровья, легкой, долгой жизни. Здоровья и еще раз крепкого здоровья, долгих лет жизни. Ну, ветеранам, наверное, только здоровья сейчас и надо, больше-то им здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Поздравляю, во-первых, с праздником. Победа стоит уважения. Они сражались за нас. Мы должны помнить то, что они для нас совершили. И как бы я всем сердцем за них желаю им успеха и удачи. Особенно ветеранов поздравить охоту. Благодаря им у нас такое светлое будущее. Ну, надеюсь, мы каждый раз их будем видеть на 9 мая. Их ведь не так много осталось, по сути говоря. В общем, желаю всего самого лучшего только. Будет ли традиционная программа проведения 9 мая? Либо тагильчан ждут какие-то сюрпризы? Эти и другие вопросы наш коллега Александр Мартиросов обсудит с главой города Валентиной Исаевой. Буквально через несколько секунд. Не переключайтесь. Буквально через несколько секунд. Продолжение следует...